А непонятно, а что такое конечное множество? Ну, вы спросите тоже. Я, ну как, ну нельзя доказывать все время, не понимая смысл слова. Ну, знаете, так я вас даже прошу, как вообще множество. И после этого... Неопределяемое понятие. Ну, знаете, так я про все могу сказать, что оно неопределяемое. Конечное, ну, когда там один, два, три, четыре, там, что тут определяется. Так все ясно. Совершенно не ясно. А про множество просто зачем ясно? Нет, множество, куча, стая, это понятно. Стая, там, это самое, шайка, банда, ну, я понимаю, но... Нет, про конечное множество совершенно непонятно, что это такое. Да. Ну, наверное, конечное множество, это там, где количество элементов принадлежит натуральным числам. Да. Это выrzyли понятие конечного множества к двум понятиям. Во-первых, количество элементов, и во-вторых, натуральное число. И вот тогда Александр Васильевич, восточный. А что такое количество элементов? Тут вообще, на самом деле, мы можем открыть необычайные глубины. Представьте себе, что мы берем мешок с шарами и выбираем, пишем первый, на них пишем первый, второй, третий. Получили там список из 100 тольцы трех шаров. Потом покидали обратно шаризный шок и начинаем их вынимать в другом порядке. Снова уже будет 32. Да, почему их количество будет такое? Почему не может случиться так, что в другом порядке есть? Там в качестве летов не изменяется. А почему? До сих пор мы там читали овец в разных порядках, никогда не менялось и, наверное, оно и так, в принципе, не будет меняться. Вы знаете, это не так, но если вот постановка нет, то есть логики слагаемые. Ах, не слагаемые. А на слагаемых еще нет, у нас чисел нет. А на слагаемых еще нет. Возникает вопрос, не может ли оказаться так, что в зависимости от порядка, который мы пересчитываем, количество окажется разным. Нет, в общем, тут мы погружаемся в глубины математической логики, и если мы туда погрузимся, то мы уже никогда оттуда не выгорели. Поэтому... Ну, значит, говорить о конечных множествах нельзя? Да. Но если в жизни не говорить о том, что говорить нельзя, то вообще придется молчать. Это... Ну, нельзя оно что делать, но надо... А что такое конечное множество? Нет, ну если там, в математической логике есть разные способы, но на самом деле, там это определяется через еще менее понятные вещи, что такое множество вообще. Это еще сложнее понять. Ну, вообще это все... Нет, формально можно сказать так, если хотеть придумать какое-то такое бесполезное, но такое, которое не поспорит, множество называется конечным, если не существует взаимно-однозначного соответствия этого множества с некоторой его частью. Ну, что такое взаимно... Что такое часть? Значит, элементы этого множества, но не все. А взаимно-однозначное соответствие значит, что решено, что чему соответствует. Ну, вы, наверное, видели, то есть такая стандартная история, якобы это Галилея открыла. Что... Есть такой парадокс, что четных чисел столько же, сколько всех натуральных. Знаете? Да, конечно. Значит, есть натуральные числа. Ну, а можно начинать с нуля, можно начинать с единиц, как-то же получится. Есть четные числа. Ну, что, тоже бесконечные. Вот. А с одной стороны, четных чисел меньше, потому что они часть натуральных, а есть еще нечетные. Получается, если прям заходить в бесконечности, то если вычесть, то останется в бесконечности. Ну, вот, вычесть. А можно ли вычесть, вычитать? Это собственно можно было вычитать, а тут уже не так связано. То есть, можно сказать так, что вот этот пример показывает, что множество натуральных чисел бесконечно. Да. Потому что оно может быть поставлено взаимно однозначно со своей частью. Нет. Но тут, конечно, вы меня спросите, что такое соответствие, что такое... То есть... Нет, мне совсем правильно. Это то есть, но лёг-твой, когда там... Все эти методы там только отручат. Нет, по вашему миру, я говорю, что можно поставить соответствие взаимно однозначно с частью. Но можно, конечно, поставить взаимно однозначным соответствием вот так. Тогда у нас часть останется несоответствующей. Нет, ну представьте себе, что вот я не знаю, у нас имеется там числа, вот здесь, ну я не знаю, вот там... Вот я из них принесли картину апельсинов. Всем раздали по апельсинам. Они находятся... А потом раздали заново, а не всем хватило апельсинов. Точно так вот, если это апельсины, а это люди, то можно раздавать так, что им не хватит. А можно, в родстве, сделать... А можно раздавать так, что хватит. А можно так, что ещё и останется. А можно, да, можно ещё так же, что останется. Можно один апельсин прикопать и начать употреблять. То есть, если начать считать бесконечные множества, то возникают разные сложные проблемы. можно определить конечное множество формально, как множество, в которых этих проблем нет, которые неравномочны в своей части. Но доказывать эти определения тоже непонятно, как. В общем, это все даром. Я бы сейчас задумался за счет вопроса. Где больше точек? На одной стороне квадрата или на всем квадрате? Если количество точек бесконечно и там, и там? Если у нас один отрезок короткий, а другой отрезок длинный, где спрашивается больше точек? Одинаковое количество. С одной стороны одинаковое количество. Почему? Потому что там бесконечность точек. Но это не очень убедительно. Почему? Бесконечность? Можно же на рациональных значениях. Нет, ну как нам надо объяснить, почему одинаково? Может, каждую точку? Взять только координат, а мы поставим... Ну, можно, как раньше. Здесь есть х. Ну, это, допустим, 0,1, а это 0,2. Ну, что надо поставить в соответствии этому х? Просто 2х. Ну, можно даже так символически нарисовать. Потому что вот подобные требования есть. И видно, что каждая точка здесь соответствует точке свете. Ну, так же вроде одинаково. Ну, а с другой стороны, можно ведь и не так сопоставлять, а можно сопоставить просто вот так. А апельсинов всем хватит, но еще останутся. И что же делать? Что? И что же делать? Ну, это самое. Не отвечать на провокационные вопросы. Это советская система, все вопросы считаются провокационными. Это всегда бы хотела провокация. Нет, но формальный ответ такой, что понятие сравнения чисел бесконечно. Ну, так нельзя сравнивать. Нельзя сказать, что если мы поставили одно множество с частью другого, то во втором больше или нет. Потому что он может быть так, что... Но, тем не менее, там есть целая теория. Известная такая наука, что там очень хорошая и непонятная, но... Хорошо, с конечным множеством мы отвлеклись. Спасибо. Спасибо.